Здравствуйте! Сегодня я хочу ответить на вопрос о том, можно ли выращивать клубневые бегонии в открытом грунте или же просто на улицах подвесных или напольных кашпо. Да, можно, но есть некоторые нюансы, которые нужно учесть и минимизировать сложности, которые могут нам встретиться на нашем пути выращивания. Итак, в самом начале выращивания мы должны понимать, что если наша бегония изначально проснулась не под тем освещением, где она будет расти в будущем, то она либо нуждается в постепенной адаптации, минимум в неделю, либо же у нее будут ожоги на листьях. Поэтому мы выращиваем изначально, пробуждаем наши клубни на самом ярком освещении, на освещении подобным тому, где будет выращиваться в дальнейшем взрослый куст. Это если мы говорим про подвесной кашпо, то есть мы можем пробуждать бегонии, когда еще на улице существует угроза заморозка, мы пока это делаем в квартире, в доме. А потом уже позже мы выносим бегонию на улицу. То есть мы выращиваем где-то на южном окошке, на юго-западном, на юго-восточном. То есть света должно быть максимально много, чтобы листья были приучены к этому яркому освещению, которое им повстречается на улице. И желательно все-таки, даже если мы пробуждаем бегонию на таком ярком освещении, желательно все равно не сразу ее вынести, а постепенно выносить на короткий период, заносить потом обратно, чтобы адаптировать листики к этому ультрафиуму. Выращивая бегонию на улице, мы должны быть готовы к тому, что летом столкнемся обязательно с вредителями и, может быть, даже болезнями. Вредители могут быть клещи, трипсы, а болезни, если лето выдастся дождливым, то это могут быть гнили. Да, конечно, кто-то скажет, что, а как же вот на городских клумбах мы наблюдаем бегонии, которые растут и в зной, и в дождливое лето, прекрасно себя чувствуют. Да, но в бегонии существует огромное количество видов. Я занимаюсь вот шотландскими бегониями, и все мои рекомендации подносятся именно к ним. Я смотрю на своих шотландских коллег, как они выращивают бегонии. И, вы знаете, я не видела, чтобы кто-то из них выращивал бегонии в открытом грунте, хотя, казалось бы, климат у них более благоприятный, у них не бывает такого зноя, как у нас, но зато у них климат более влажный, и это тоже минус. Например, когда вы зайдете посмотреть, как у них размещено все в теплицах, вы увидите, что теплицы просто утыканы вентиляторами, которые работают без остановки круглосуточно, гоняют воздух по теплице, чтобы не было застоя, чтобы не было гнили. То есть шотландские бегонии, они более нежные. Они не выводились для того, чтобы выращиваться на улице. Их выводили для участия в выставке. То есть они, их селекция проводилась для того, чтобы вывести максимально махровые, максимально крупные цветы. И, конечно же, такие растения намного более нежные, чем те, которые мы видим на клумбах в городе. Что касается меня, я сама никогда не выращивала бегонии, именно шотландские, на улице, потому что, ну, честно скажу, мне просто жалко. Они настолько дорого стоят, и у меня нет излишков таких, которыми мне не жалко было бы пожертвовать, рискнуть, сделать такой эксперимент. Поэтому я выращиваю все у себя теплице. Ну, а вы, пожалуйста, расскажите в комментариях о своем опыте, как вы выращиваете, если вы выращиваете бегонии на улице, как это все, довольны ли вы результатами, и пробовали ли вы выращивать на улице шотландские бегонии.